Лесон 26. Урок 26. Новые слова. New words. An owl. Сова. An owl. Артикль N, потому что owl начинается с гласного звука. An apple. Яблоко. An apple. Широкий звук А. Тоже артикль N, то есть это вариант артикля Э, неопределённого, когда слово начинается с гласного звука. И ещё одно слово орех. A nut. Тема урока. There is a lemon on the saucer. На блюдце есть лимон. Новое слово. Saucer. Блюдце. Итак, значит, тема, конструкция there is или there are. То есть, вроде предложение звучит что-то сначала про лимон, а уж потом про блюдце. Однако в переводе я сказала сначала на блюдце есть лимон, потому что этого требует данная конструкция. То есть, тут я как бы даже в рифму такой вот придумала маленькое, чтобы было полегче запоминать. Значит, предложение there is, there are переводим с конца. То есть, в русском мы сначала говорим где, а потом что. Такая конструкция there is для единственного числа или there are для множественного, то есть, суть глагола to be, is или are остаётся прежней. То есть, единственное число, множественное число. Но конструкция there is, there are используется у нас тогда, когда мы хотим сказать, что где-то что-то есть. Не что конкретный предмет или конкретный человек где-то находится, а именно, что какое-то место полно чего-то или где-то что-то находится. Вот давайте сравним два предложения. Допустим, в комнате есть стул. И второе, стул в комнате. Вот как раз конструкция there is или there are, это про первое предложение, когда в комнате есть стул. То есть, комната не пустая, там что-то есть. А когда я говорю второе предложение, стул в комнате, здесь главное действующее лицо стул, то есть, что он не где-то на улице или на крыльце, он в комнате. То есть, первое предложение, когда в комнате есть стул, вот оно как раз-таки и будет звучать с этой конструкцией. А второй пример, когда стул в комнате, он уже будет не a chair, а the chair с определенным артиклем the, потому что я имею в виду именно конкретный стул, потому что, понятное дело, что не все стулья находятся в комнате. Один там, другой там. Вот здесь я имею в виду конкретный стул, поэтому предложение уже будет не с вот этой конструкцией there is, а обычное, значит, the chair is in the room. То есть, вот эту конструкцию мы используем, когда мы хотим сказать, что где-то что-то есть или где-то чего-то нет. Например, в лесу много цветов, на дереве много яблок, на тарелке, там, я не знаю, много сладостей и так далее. То есть, и на русский мы их переводим с конца, то есть, сначала где, потом что. В английском же мы сначала используем конструкцию, которая ставится, но не переводится, затем что, а потом где. Вот как наглядно видно в этих вот предложениях название текста. Значит, еще раз. There is a lemon on the saucer. Переводим с конца. На блюдце есть лимон. То есть, переводим сначала на блюдце. Дальше, вот это вот есть, это выражается вот этой самой конструкцией there is, и потом лимон. Дальше. There are some nuts on the plate. То есть, опять переводим с конца. Сначала on the plate. Где? Потому что сначала на тарелке есть орехи или есть несколько орехов, потому что вот это новое слово some переводится немного или несколько. Употребляется и с исчисляемыми, и с неисчисляемыми. То есть, показывает какое-то небольшое количество. Здесь уже конструкция не there is, а there are, потому что мы говорим о чем-то во множном числе. В данном случае про орехи. На тарелке есть орехи. Значит, здесь у нас появилось вместо артикля a слово some. Можно сказать, конечно, просто. There are nuts on the plate. На тарелке есть орехи. Можно поставить вот это слово some. То есть, артикль мы уже здесь не имеем права поставить, потому что артикль e используется только с существительными, с исчисляемыми в единственном числе. Орехи стоят во множественном числе. Поэтому мы ставим слово немного или несколько, которое вы можете переводить, можете не переводить на русский язык. На тарелке есть немного, несколько орехов. Или просто на тарелке есть орехи. There is an owl in the tree. На дереве есть сова. То есть, переводим всё с конца. Сначала где, потом что, или где кто. There is a book on the table. На столе есть книга. There is a cup on your saucer. На твоём блюдце есть чашка. То есть, вот ещё раз это слово saucer, блюдце. Дальше. There is a mouse under the sofa. Под диваном есть мышь. Маус – мышь. There is a frog on the log. На бревне есть лягушка. There is an apple on his plate. На его тарелке есть яблоко. There are some cups in the cupboard. В буфете есть чашки. Или можно в буфете есть несколько чашек. Можем переводить сам, можем не переводить. There are some apples on the table. На столе есть яблоки. There are some chickens in our yard. В нашем дворе есть цыплята. There are some chairs in the room. В комнате есть стулья. There are many rabbits in the wood. В лесу много кроликов. Слово wood – это лес. Many – много. There are many birds in the trees. На деревьях много птиц. There are many children in our yard. В нашем дворе много детей. There are many ducks on the lake. На озере много уток. There are many girls at our school. В нашей школе много девочек. There is some milk in the bottle. В бутылке есть молоко. На этом моменте я тоже хочу остановиться, потому что слово milk у нас неисчисляемое. И перед ним тоже стоит some. Потому что, опять-таки, с неисчисляемыми артикль a мы поставить тоже не можем. Поэтому мы либо ничего не ставим. Можно просто сказать there is milk in the bottle. Тоже будет в бутылке есть молоко. Либо опять ставим some, чтобы показать, что какое-то количество молока, немного молока. То есть a мы поставить не можем, потому что слово неисчисляемое. С неисчисляемыми артикль a не используется. Is the milk good? Молоко хорошее? There is some water in my cup. В моей чашке есть вода. Water – вода. Is it boiled? Она кипяченая? Вот это слово boiled переводится кипяченый или вареный, потому что глагол boil – это варить или кипятить. There is a nest in that tree. На том дереве есть гнездо. Whose nest is it? Чье это гнездо? There are some nuts under that tree. Под тем деревом есть орехи. Или несколько орехов. Whose nuts are they? Чьи это орехи? Who is in your room? Кто в твоей комнате? My brother is there. Там мой брат. What is on your hat? Что на твоей шляпе? A ribbon – лента. What color is the ribbon? Какого цвета лента? It is blue. Она синяя. Eagles are very big. They have strong wings and claws. Орлы очень большие. У них сильные или крепкие крылья и когти. Новое слово. Wings – крылья. То есть wing – это одно крыло. Клоз – когти уже встречалось. Owls eat birds, mice and even snakes. Совы едят птиц, мышей и даже змей. Мышь, как уже встречалось, как я уже говорила, мышь будет mouse. Но во множественном числе это исключение. То есть помним, да, что множное число существительных в английском языке образуется при помощи окончания s. Но не в случае по отношению к слову мышь. То есть мыши будет не маусис, а прям заучить. Это слово исключение. Одно из слов исключения. Маус, а во множественном mice. Вот такая форма. Это мыши. Значит, совы едят птиц, мышей и даже змей. Напоминаю, что слово even – даже. The owl's eyes are as big as saucers. Глаза совы такие же большие, как блюдца.